Привет, ребят, как жизнь? Ну что, время списков. Сегодня я поделюсь с вами 21 приложением и инструментами, которые в большей или меньшей степени заставят вас работать. Честно говоря, ни одно из этих приложений и близко не работает так, как это жуткое пианино в фильме «Кэролейн». Ни одно из них не заставит ваш компьютер обрасти роботизированными руками, которые будут заставлять вас работать. Но они служат, как это я называю, страховочными колесами для мозга. Я уверен, что вы хорошо знакомы со своими устройствами и тем, как мозг может отвлечься на видео с котиками, вместо того, чтобы выполнять запланированную работу. Со временем и практикой вы научитесь самодисциплине и обретете способность сконцентрироваться. Но пока на ранних этапах этого процесса полезно использовать системы, которые обеспечат вам страховочные колеса. Будь то в виде полезных ограничений, устройств для самоограничений или жестком вейн-руке с небольшой поправкой на сохранность ваших ушей. Каждое из приложений, которым я сегодня собираюсь поделиться, войдет в одну из этих категорий, кроме последней. И честно говоря, я пытался искать на Fiverr свободных вейн-руков, но это не принесло никаких результатов. Так что вы сами по себе, если хотите найти себе собственного майор Пэйна. Но прежде чем вы отправитесь искать, давайте пройдемся по приложениям, начиная с тех, что попадает в категорию устройств для самоограничений. Что это такое? Простым языком, это все, что создает последствия для того, чтобы не выполнить запланированное. Все инструменты в этой категории направлены на то, чтобы невыполнение работы для вас было болезненным. И вот некоторые из них. Начнем с моего любимого, BeMinder. Без преувеличений скажу, что BeMinder является одной из основных причин, почему мой YouTube-канал стал успешным. Ведь я пользовался им в самом начале, чтобы следить за периодичностью выхода видосов. По сути, BeMinder позволяет вам достичь любой цели, но вы ставите деньги на кон. Более того, вы можете подключить его ко множеству различных инструментов, включая Apple Health, Strava, ToDoist и IFTTT, что расшифровывается как «Если здесь это, тогда там то». Что, в принципе, позволяет подключиться почти к любому сервису на планете. Из-за наличия всех этих интеграций, единственным реальным ограничением может быть только ваше воображение. И есть куча различных целей, в которые можно начать вкладывать деньги, чтобы быть уверенным в своей решительности в будущем. Подкину вам идею. Целых три года я отслеживал RSS, моего блога, для того, чтобы каждую неделю выходили новые посты в блоге, эпизоды подкасты и видео на YouTube. Я поставил на кон деньги, чтобы убедиться, что сделаю это. В том же ключе есть один сайт, Stick, пишется как STACKK, и он очень похож на Бимайндер, хотя и менее задротский. Как и в Бимайндер, здесь вы ставите цель, потом указываете ставки и последствия в случае неудачи. Так что вы можете вложить денег, хотя таблицы графиков тут поменьше, и в принципе статистики не так много, как в Бимайндер. Но с другой стороны, здесь можно указать сторонников, тех, кто будет следить за вашим прогрессом, и рефери. Они будут писать сообщения каждый раз, когда вы отмечаете прогресс, чтобы убедиться, что это правда. Дальше у нас идет приложение с гораздо более конкретной целью, которое называется The Mass Dangerous Rated Up. Если у вас, как и у меня, иногда возникают проблемы с тем, чтобы начать печатать, или же внутренний критик заставляет вас молчать тогда, когда нужно просто сформулировать мысль, это приложение может пригодиться. В нем нужно выбрать время или подсчет символов, и после установки сразу начать печатать. А если вы достаточно долго не будете печатать, оно полностью удалит вашу работу. Помимо этого, есть режим Hardcore. Если поставить здесь галочку и запустить сеанс, вы не сможете видеть на экране ничего, кроме последней выбранной буквы, так как символы мигают на экране, пока вы печатаете, но все остальное размыто. И это заставляет молчать внутреннего критика, вы просто вытаскиваете мысли из головы, а редактируете текст уже позже. Ладно, теперь давайте поговорим о приложении Страйца и причине, по которой оно в этом списке. Приложение не заставит вас работать, вкладывая кэш или что-то подобное. Оно использует преимущество так называемой стратегии Сайнфолда. Комик Джерри Сайнфолд известен тем, что он писал новую шутку каждый день и так оттачивал свой талант. Чтобы отслеживать прогресс, он отмечал это в календаре на своей стене, и поскольку он видел этот календарь, он не хотел нарушать линию. У него было наглядное напоминание о прогрессе, и он не хотел это портить. Стратегия не нарушать линию может быть очень мощной, потому что мы люди должны быть последовательными в нашем поведении, и мы не хотим видеть, что эти связи нарушены. И вы определенно можете пользоваться календарем у себя на стене, но это не приложение, поэтому оно не входит в наш список. И хотя вы можете использовать любое приложение в мире для отслеживания привычек, чтобы сделать это, ведь все они показывают вашу линию, и я хочу выделить приложение Штрайц, потому что именно в нем есть возможность задать цель вашим линиям, когда вы их создаете. Поэтому вместо того, чтобы вести подсчеты до бесконечности, вы можете задать параметры для своей цели на 30 дней, и тогда задачи станут гораздо более официальными. Идем дальше. Есть сервис Coach.me, который назывался Live2Back во времена, когда я пользовался им в колледже. Теперь он называется Coach.me, потому что основное, на что он заточен, как вы догадались, коучинг. У Coach.me есть приложение для отслеживания привычек. Оно очень похоже на другие подобные сервисы, но в этом видео я хочу выделить в нем лайв-коучинг. И если бы вы были одним из тех, кто слушал интро к этому видосу и действительно мечтал о собственном майор Пенни, это, вероятно, самое близкое, что можно найти за не очень много денег, потому что у них есть услуга личного коуча для создания новых привычек и поддержания продуктивности за примерно 15 долларов в неделю. И это дороже всего остального, что есть в этом списке. Но если вам действительно нужен наставник, но нет друга, который мог бы помочь, это может быть хорошим вариантом. Конечно, можно использовать интернет в качестве вашего партнера по отчетности. Так я, по сути, создал свое собственное устройство-обязательство с помощью Google Sheets. Пару лет назад я поставил себе цель в обязательном порядке читать 25 страниц научной литературы каждый день в течение трех месяцев. И хотя в реальной жизни у меня и был партнер по отчетности, я все же хотел рассказать публично про свою цель, чтобы люди могли следить за моим прогрессом. Поэтому я создал публичную таблицу в Google, где можно было проследить, когда я брал в руки книгу и сколько страниц читал каждый день. Затем я публиковал ее на сайте, чтобы люди могли позвонить мне, если я не брался за чтение. Про последний инструмент, который я внес в этот раздел, вы, возможно, не ожидали услышать. И я говорю про Discord или Skype. Для тех, кто не знает, Discord это приложение, в котором в основном сидят геймеры. Там они общаются голосом или текстом, и это очень крутое приложение. На самом деле у нас там есть официальный аккаунт College InfoGeek, ссылка в описании. Но я хочу предложить использовать функцию голосового чата, чтобы создать то, что я называю рабочей группой. Когда я учился в колледже, я сделал такую группу с парочкой друзей-блогеров, каждый из которых жил в разных штатах. И время от времени мы включали Skype, звонили друг другу, но не разговаривали. Мы просто были на быстром доступе и работали. Это была имитация сидения в комнате с друзьями по учебе или партнерами по отчетности. Мотивация в том, что вы работаете, зная, что другие люди сейчас тоже выполняют свою работу. И хотя физически я не был в комнате с друзьями-блогерами, я знал, что на другой линии этого звонка по Skype был кто-то, кто выполнял работу, даже если он молчал. И это сильно мотивировало меня. Категория номер два в моем списке – это приложения, которые умеют делать полезные ограничения, или, по-другому, приложения, которые блокируют вас от выполнения определенных действий. Многие приложения в этом списке будут сайтами и блокираторами приложений. Я много рассказывал о них в моем видео про отвлекающие факторы в интернете, рекомендую посмотреть его. Там много подробных советов на эту тему. Ну а здесь я просто буду рекомендовать их, если вы не слышали о них. И первое, про что я хочу рассказать, это мой самый любимый блокировщик сайтов в мире – Freedom. Есть много других приложений, но только Freedom работает со всеми платформами, которыми я пользуюсь, и надежно блокирует все, что потенциально может стать отвлекающим фактором для меня на ежедневной основе. Freedom, безусловно, самый удобный блокиратор приложений, ведь он умеет блокировать заданные сервисы по расписанию, благодаря универсальной панели мониторинга на всех ваших устройствах. У него есть ежемесячная стоимость, так что, если хотите платить меньше и, возможно, избавиться от некоторых неудобств, следующие приложения могут быть хорошей заменой. Прежде всего, если у вас Mac, можете установить себе Self-Control – приложение бесплатное и только для Mac. А если у вас Windows, поставьте себе Focal Control – опять же, бесплатное и только для винды. Для iPhone есть приложение под названием Block Distraction Websites, примерно за 3 бакса. Хотя ближе к концу этого видео я расскажу о новой функции в iOS, которая может заменить это приложение, так что смотрите до конца. И для тех из вас, у кого у Android есть бесплатное приложение BlockBlock, оно работает по тому же принципу. Есть еще приложение Forest для Android, iOS и Chrome. На самом деле, это не блокировщик сайтов, но оно может выполнять такую же функцию. Forest помогает не отвлекаться на телефон. Оно позволяет вам выращивать дерево, пока вы не выйдете из приложения. Как только вы сделаете это, дерево умрет. Также работает расширение на Chrome. Если вы зайдете на любой сайт из вашего черного списка, вы убьете дерево, которое могло вырасти, если бы не позволили себе это сделать. И, конечно же, со временем вы сможете наблюдать свой прогресс в виде виртуального леса, растущего в вашем телефоне или браузере. И если вы хотите сохранить этот лес красивым и здоровым, вы не будете отвлекаться. В дополнение к Forest, хочу упомянуть буквально любое приложение по технике Помодора. Я думал, стоит ли добавлять эти приложения в список, ведь они ничего такого не делают, чтобы заставить вас работать. Но я должен был сделать это, ведь со мной это работает суперэффективно. Если я твердо намерен выполнить одно единственное дело, я начинаю сеанс Помодора. Так у меня гораздо меньше шансов переключиться на что-либо, кроме этой задачи. И если вам нужна рекомендация, мое самое любимое приложение по технике Помодора тает. Оно есть и на iPhone, и на Android. Я обычно оставляю включенный экран на телефоне, который лежит рядом на столе. Мне нравится видеть таймер во время сеансов Помодора. Завершая наш раздел о полезных ограничениях, вы найдете несколько приложений, которые помогут вам писать более эффективно, начиная с колд-торки, которые, по сути, полностью блокируют ваш компьютер, пока вы не достигнете цели по количеству написанных символов или потраченных минут. Оно очень похоже на The Most Dangerous Rating Up, но вместо того, чтобы удалять вашу работу, оно просто не позволяет ничего делать, пока вы реально не закончите работу. Есть еще одно приложение, оно называется Blord, которое не настолько садистка, как самое опасное приложение для письма, или CoolTorky. Оно не будет блокировать ваш компьютер и удалять все, что вы написали, но у него есть функция, которая размывает каждую строку, кроме той, над которой вы сейчас работаете. Опять же, помогает внутреннему критику замолчать. Мы подошли к последней категории в этом видео, которую я бы назвал «Информация и отчеты». Здесь ни одно из приложений не заставит вас что-то активно делать и ставить деньги на кон, не будет блокировать сайты. Они покажут вам во всех подробностях, как вы обходитесь со своим временем. И первое приложение, о котором я хочу рассказать – Toggle. Программа учета рабочего времени. Вам нужно установить таймер и указать, что вы планируете делать за это время. Как и с приложениями по технике Помодора, я заметил, что отслеживание времени вручную больше склоняет меня к процессу, ведь я сам устанавливаю таймер у себя в приложении. Также это позволяет вам воспользоваться тем, что называется эффектором Хоторна. Суть в том, что люди склонны менять свое поведение к лучшему, когда знают, что за ними наблюдают или следят. И по моему опыту отслеживания времени вручную, могу сказать, что такая тенденция существует, даже если вы сами следите за своим поведением. Если поймете, что Toggle вам не подходит, не волнуйтесь, потому что есть десятки других приложений. Хочу отметить крутой и абсолютно бесплатный сервис Клоакофай. Персональные функции в Toggle тоже бесплатные, поэтому приложение подойдет почти всем, кто хочет пользоваться им на личной основе. Но, ребят, любому из вас стоит обратить внимание на Клоакофай. Оба этих приложения строятся на ручном отслеживании времени. Переходим к автоматическому отслеживанию времени с такими приложениями, как RescueTime. Как вы, возможно, поняли из предыдущего предложения, RescueTime автоматически отслеживает время, которое вы проводите на разных сайтах и в приложениях, и классифицирует это время как продуктивное или непродуктивное, а затем делает отчет о том, как вы провели ваше время. Эти отчеты могут быть очень познавательными, ведь вы можете думать, что знаете, на что уходит ваше время, но на самом деле реальность может сильно отличаться. Возможно, для вас довольно неожиданно увидеть, сколько времени вы тратите на видео с котиками, а не на выполнение своей работы. Наряду с RescueTime и такими приложениями, как Timing, Ours и другими похожими вещами, есть еще одно приложение, которое хочется упомянуть. YProtective, потому что оно делает то же, что и RescueTime, но также позволяет создавать ежедневные списки проектов и задач. Приложение сочетает в себе несколько функций производительности. И, наконец, прежде чем я расскажу, какими приложениями из списка пользуюсь сам, последний пункт, о котором стоит сказать, называется ScreenTime. Если у вас iPhone, вам не понадобится автоматический таймер отслеживания рабочего времени или блокиратор сайтов, потому что здесь есть и то, и другое. ScreenTime расскажет вам, на что вы тратите время в своем телефоне по часам. Также там можно настроить, во-первых, приложения, которые будут заблокированы, а еще так называемое время простое, время в течение которого у вас не будет доступа к любым приложениям, кроме тех, что вы помещаете в определенный белый список. И вот мы подошли к вопросу, который, я уверен, возникает у многих из вас, а именно, какими же приложениями из всего этого списка пользуюсь я на ежедневной основе? Для тех, кому интересно, к таким приложениям относится BeMinder, которое я упомянул в начале этого видео, как одно из самых любимых приложений и одно из вещей, которые позволили мне создать этот YouTube-канал. Также я пользуюсь Strides с большим наслаждением, оно отслеживает привычки. Приложение Tide – мой выбор для техники помодора, Freedom – для блокировки отвлекающих сайтов на компе и на телефоне. И в RescueTime я смотрю отчеты о том, сколько времени трачу впустую каждый день, надеюсь уменьшить этот показатель в будущем. Конечно, есть куча других приложений, которыми я пользуюсь. Многие приложения по продуктивности не совсем относятся к категории тех вещей, которые заставляют меня выполнять работу, но они помогают мне делать что-то гораздо более эффективно. Про одно из таких приложений вы часто спрашивали меня раньше, оно называется Notion. Я использую его для разных вещей, включая управление этими видеопроектами. Notion – невероятно удобный и мощный ресурс, он сильно помог мне улучшить рабочий процесс и в перспективе может быть очень полезным инструментом для вас. И, как всегда, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было полезным и вы узнали что-то новое, что могло бы помочь вам стать более продуктивным на ежедневной основе. Если это так, и если вам просто нравится, как я болтаю с экрана вашего компьютера, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео, которые выходят каждую неделю. Также вы можете получить копию моей книги о том, как получать отличные оценки прямо здесь. Подписывайтесь на меня в Instagram, никтомфрэнкли, или посмотрите еще одно видео на этом канале здесь. Спасибо за просмотр, до скорого.